И следующим словом предоставляется Семену Борзенко, Объединенная Коммунистическая Партия. Приготовится представителю ММТ. Дорогие женщины, с праздником! Международным женским днём! Я думаю, с этих слов должны все выступающие начинать. Большое вам спасибо, что вы пришли сегодня в свой праздник и потратили несколько часов, оторвались от дома, от семьи. Теперь к теме нашего сегодняшнего митинга. Странная история и печальная, наверное, история происходит с празднованием февральской революции в России. Это великое событие. Это событие, которое означало падение российского самодержавия, окончание истории российской монархии, которая сама себя съела уже к этому моменту изнутри и являлась дичайшим тормозом для дальнейшего развития России. Для стально-экономического развития, для политического развития имеется в виду и никому уже не нужные, сословные привилегии и ограничения, и самовластная власть, самовласть слабого царя и непредсказуемость его действий, наследников возможных. Россия преодолела монархию. Поэтому, конечно же, февральская революция, еще раз повторяю, это огромный и большой праздник. И то, что сегодня в современной России этот праздник, ну фактически на уровне государства, на уровне парламентских партий, фактически не отмечается, это, конечно, огромный и огромный позор. Я бы даже сказал, что это непонятно, но это же не так, это же совершенно понятно. Потому что те политические силы, которые сегодня у нас в стране претендуют на то, чтобы быть властью или парламентской оппозицией, для них февраль и падение монархии, и все вот эти события, движущие силой, которые были воины Петроградского гарнизона и рабочие Петрограда, это, конечно, кость в горле. Это наследники иных сил. Союза Михаила Архангела, Союза Русского Народа и прочей вот такой вот очень сомнительных консервативных сил. К сожалению, даже честных либералов, которые, можно было бы сказать, что они какие-то наследники духовные, моральные, той честной либеральной политической массы, которая в какой-то мере тоже подготавливала, падение самодержания и февральскую революцию, у нас нет. Поэтому у нас типа главный коммунист, господин Зюганов, объявляет февраль детищем масонов, стыд и мой позор. Поэтому у нас русская православная церковь, а если покататься в тех временах, то мы увидим, что многие священники РПЦ, в общем-то, как минимум не были против падения монархии. Они тоже объявляют это все каким-то там, какой-то там трагической датой, у нас в главной партии страны, Единой России, в депутатах сидит госпожа Поклонская, открытая монархистка. Ну, там про Жириновского вообще уже говорить нечего. Да и остальные-то, остальные-то, честно говоря, либо стыдливо молчат, либо придумывают какие-то гнусные байки про февраль. И, естественно, что это связано еще и с тем, что февраль, конечно же, был первым шагом, ну, не может быть, не первым, но очень важным шагом к революционному октябрю. И они это все понимают, и для них это все очень-очень больно, страшно и неприятно. Поэтому сегодня мы вышли под лозунгами ни царей, ни президентов, ни Путина, ни Навального. Я считаю, что это правильные, очень актуальные, очень точно сформулированные лозунги. А если возвращаться к февралю, то мне хотелось бы, чтобы мы, здесь собравшиеся, почтили память русских революционеров, тех, кто боролся десятилетиями в 19-м, в 20-м веке с самодержавием, гнили в тюрьмах за это, погибали, умирали. Вечная им память, и прошу объявить минуту молчания в память об этих людях. Спасибо. От имени Центрального комитета Объединенной Коммунистической Партии поздравляю вас со столетней годовщиной февральской революции, и с важнейшего этапа к революционному октябрю. Ура! 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 Ура!